Идея выведения сорта пришла исходя из того, что в родословной самого киви, как продукта выведена новозеландцами изначально, есть исходные формы, которые однозначно имели морозостойкость. То есть то, что вывели новозеландцы, они исходили из морозостойких сортов. Далее это было утрачено в Новой Зеландии, то есть они выводили под свои условия, под свой климат, под более мягкие зимы новозеландские. Ну и как у биолога у меня было, если оно в генетике есть, то в принципе можно добиться результата. Это не цитрусовые, где нету предков, которые не имеют в своей генетике морозостойкости. У этого растения морозостойкость есть в генетике, поэтому нужно было просто поработать, чтобы получить одно растение, которое покажет свойства морозостойкости. Ну это несколько лет, несколько лет работы, начиная с семенного материала, условия массовой селекции, то есть это сотни тысяч сеянцев, из которых нужно было фактически получить одно растение, которое будет подходить под наши условия и будет иметь достаточную морозостойкость, ну и дающие урожаи. Начинали мы вместе с отцом селекцию, вместе проводили селекцию с отцом. У него многолетний опыт работы в тепличных хозяйствах, то есть он биолог-практик, у меня было больше теоретических знаний, так как я биолог по образованию. Ну, естественно, что была радость. Первая радость была, когда получили растение, которое морозостойкое, то есть несколько зим подряд оно перезимовало. Второе было, когда зацвело, когда под осень получился урожай, первые плоды. Есть уже много людей, которые даже в Ужгороде имеют урожай, то есть изначально киви распространялось таким путем, просто знакомые знали, что оно есть, приходили, садили себе на участках. И я знаю сам лично несколько людей, которые уже имеют урожай тоже, из тех, которые были посажены ранее, саженцев. Я думаю, что в этом году или в следующем однозначно появятся плоды и на рынках, именно наши закарпатские. В отличие от винограда, хотя это так же куст лиана, как и виноград растущий, то есть подходят те же самые шпалеры, традиционные лугоши закарпатские возле домов, каркасы. Это подходит так же, как и винограду. Единственная разница с виноградом в том, что виноград в условиях Закарпатия довольно сильно болеет из-за блажности. Киви у нас пока не имеет никаких болезней, вредителей не имеет, то есть нет необходимости в ядохимикатах, в обработках, то есть это намного проще. Хотя в тех же странах, откуда киви заводится, там есть и вредители, и болезни, и они используют химию в производстве своем. В отличие от винограда, киви довольно сложно укореняются черенкованием, то есть намного сложнее производство самих саженцев. Разработана своя технология по укоренению, субстраты, стимуляторы укоренения, чтобы можно было получать достаточное количество саженцев, чтобы можно было эту культуру распространять по Украине. А как хранится? Да, дополнительным плюсом киви есть то, что собранный урожай может храниться до весны, и причем не какие-то особые условия для этого нужны. То есть достаточно условия обычного погреба даже, в котором, как традиционно, картофель хранят в Закарпатье. Ну и думаю, и по Украине тоже так делают. То есть достаточно, чтобы было прохладно, и до весны в невысоких ящиках фруктовых растений плоды могут сохраняться до весны. Заносить по мере потребления в тепло на сутки, как бы для дозаривания. Если брать по витамину С, то киви превосходит лимон по содержанию витамина С. Есть также там вещества, ферменты, которые, ферментного типа, которые помогают, допустим, расщеплению мяса.